Всем привет! Сегодня мы будем чистить вот такую вот медаль русско-японской войны, которую меня попросил почистить коллега. Ею награждались ветераны этой войны. Всего было две версии таких монет серебряная и бронзовая. Серебряной награждались те ветераны, которые принимали непосредственное участие в войне, то есть бойцы, которые были на фронте. Бронзовой версией награждались ветераны тыла, которые не принимали прямого участия в войне, а вели активную поддержку в тылу. Еще мы с вами почистим сегодня вот такую вот английскую монету 1922 года, на которой изображен король Георг. На краю монеты мы видим то ли скол, то ли она чем-то испачкана. Что ж, приступим к чистке. Приготовим раствор лимонной кислоты для удаления всевозможных окислов, которые образовались на поверхностях медалей и монеты за все эти годы. В этот раз мне придется сделать высококонцентрированный и агрессивный раствор. После того, как мы насыпали прошоп лимонной кислоты, зальем все это дело кипяточком. Чистка лимонной кислотой у нас будет производиться 30 минут по 15 минут на каждую сторону. Давайте посмотрим с вами на бронзовую медаль. Покруг нее мы с вами видим зеленый ореол. Это свидетельствует о том, что в ее состав входит медь и сейчас растворяются медные окиси, которые образовались много лет. Тем самым мы очищаем полностью поверхность медали. Что ж, посмотрим на серебряную монету. Она стала светлее, но, к сожалению, черное пятно еще осталось. Дадим монетам, монете и медали полежать еще немного. Вот и прошли первые 15 минут. Теперь нам следует перевернуть медали монету другой стороной, чтобы другая сторона тоже подверглась очистке. После того, как мы перевернем, следует установить таймер еще на 15 минут. Что ж, вот мы очистили медали монету при помощи раствора. Мы видим, что монета посветлела. Это очень хорошо, но я все еще вижу, что без полировки здесь не обойтись, потому что мне не нравится этот вот край монеты. Хотя все еще не могу понять, то ли это повреждение, то ли это налет. Что ж, попробуем исправить это при помощи полировки. Теперь медаль. Посмотрим. Медаль у нас посветлела. Мы это видим. Это очень хорошо. Теперь также придадим ей блеск при помощи полировки. Чистить медали монету мы будем при помощи полировальной пасты в машинке. Нанесем пасту непосредственно на поверхность монеты и приступим к очистке. После полировки мы видим, что медали монеты стали выглядеть значительно лучше. Просмотрим английскую монету. Все-таки пятно не было повреждением, это просто было заляпано чем-то вязким. Монета теперь блестит, пятно удалено. Медаль стала выглядеть тоже лучше, но все портит следы от механической обработки, которым ее кто-то когда-то подверг по незнанию. Теперь мы произведем ультразвуковую чистку, чтобы удалить мелкие частицы грязи. Ультразвуковую очистку монет мы будем производить при помощи ультразвуковой ванны и специальной жидкости для очистки монет. Поставляем на таймере максимальное время 480 секунд и запускаем ультразвуковую ванну. Далее мы с вами будем наносить на поверхность монет специальную консервирующую жидкость, которая образует на монете защитный слой и не позволит поверхности снова оксидироваться. Достаточно нанести одну каплю вещества на поверхность и растереть поверхность. При помощи специально мягкой тряпочки. Вот таким вот образом со всеми монетами со всех сторон. После того как монеты и медаль были обработаны специальным консервирующим раствором, мы их оставим лежать на несколько часов, чтобы образовалась специальная защитная пленка, которая не даст серебру чернеть, а меди оксидироваться. Когда консервирующая жидкость полностью высохла, то необходимо убрать ее остатки специальной тряпочкой для полировки монет. Начинаем втирать остатки раствора. Посмотрим, что у нас получилось, видно, что остались следы обращения, но сама по себе монета стала выглядеть значительно лучше. После такой обработки монету ни в коем случае нельзя трогать голыми руками, без перчаток, чтобы не нарушить защитный слой. Такая вот красота у нас получилась. Теперь то же самое проделаем с медалью русско-японской войны. Также удаляем остатки раствора при помощи мягкой тряпочки для полировки монет и посмотрим, что у нас получилось. Видно, что медаль стала значительно светлее, но также, к сожалению, отчетливее стали видны следы жесткой механической обработки, которым она подверглась до того, как мне ее отдали. Медаль стала выглядеть значительно лучше, но появились красные медные пятна. О том, как мы их будем удалять, я вам расскажу в следующем видео. А сейчас, пока! Субтитры сделал DimaTorzok